Уважаемые жители, вы все видите, что сейчас происходит на стадионе? Короллы пасутся, машины ездят, весь транспорт. Но давайте приведем соответствие. А для того, чтобы привезти, надо огородить его правильно. Смету составили, землю уже отмежевали, все произвели. И вырубку – это необходимые меры для того, чтобы произвести безопасность. Не, Николай, сейчас вас взбунтовало, я не понимаю вашу позицию, Николай. Я взбунтовала. Подождите, сейчас должна быть безопасность детей. Если мы ограждение производим вдоль дорожки, где гарантия того, что не упадет береза старая, и не задавит ребенка, кто потом будет отвечать? Скажите мне, добрые люди. А зачем? Все думали, что будет ограждение по старому периметру. Поэтому тот, кто не был в понедельник, и тот, кто, но получается так, что не живет в той части, где Россия, и не пересекаются дороги, там тропинки, ребят учащихся нет. У кого ребятишки, кто ходит в школу, и те молчат. Вы понимаете? А вот думали, так надо. Ну что значит, так надо? Мы понимаем. Извините, пожалуйста. Мы когда были депутатами, помните, мы строили? Помним. Помним. Помните, вы мне говорили, Валерий Николаевич, стадион надо сделать. Говорили. Я как, извините, дурак. Ходил, отмерял. Подождите, дайте мне слово. Ну давайте послушаем. Я ходил, отмерил, сказал. Был Геннадий Васильевич. Все решили. Начинается делать проект. Нашали у Банниковой. Нашали маленький проект. Мы будем это делать. Ну и что сделали? Какой стадион сделали? Потом загородили. Загородили. Что загородили? Струметровки нету. Росил сделали. Ребятишки будут биться куда? Пожалуйста, в рощу. Ну, может где-то не согласовали. Может быть. Если по закону можно. Что здесь особенно? Надо рощу очищать. Надо вырубать это все. Надо делать нормальную рощу, а не свалку. Минуточку, подожди. Я не договорил. Я тоже договорю. Ну, дай договорить женщине. А что, женщине? Мы говорим. Стадион хорошо, мы не против. Ну, для чего лишние березы выпиливать? Для того, чтобы там дальше продушить. Не надо. Не надо. Я тоже посмотрел. В войну ни одну березку не срубили. В войну была. Не собирай ерунду. Сережа. А что пропустили? Не собирай ерунду. А что говорили-то? На стадион мы ходили, посмотрели. Отпустили. 5 метров, 10 метров от беговой дорожки. Пожалуйста. Ну, не так 50 берез выпиливать. Мы это делаем для того, чтобы на следующий год запутить следующий проект. А не будет этого проекта никогда. Ну, если бы вы так будете делать. Если бы вы говорите, если бы вы говорите, что у нас все поразвалилось. Ваш муж бегает вокруг. А пускай бегает там, и сколько будет. Вот сейчас, Наталья Ивановна. Вот сейчас ходят, и мы ходили по рощи, тропинка, к школе идем. Но ни разу же никто не упал от березы, никого не купили. Вот если... Зачем на есть? Аварин или это нет? А что, правдочка, ты дядь в первый класс? А что, она будет летать? Когда у вас все старая, старая школа убиралась, березы где-то ни в чем не было. Мы это свои годы, 70-е годы, я не знаю. Мы растем, мы стареем. И березы растут, они нам стареют. Она сейчас упадет. А почему она упадет-то? Ну, что же сказал? Пусть все упадет. Надо было одну и саму хранить. Надо было... Каждый год по десятку хранить. Все полетит, они падают вам. Ну, я бы заметил, что они... Тротуара будет как раз забор идти. Вот, вот здесь будет. Вот. Вот здесь будет, вот. Вот от березы, вот он крестик стоит. Вот это полосик и есть. Они убрали уже железный сок сегодня. Да не было, не по-другому. Сейчас мы пересматриваем, вот она граница идет по внешний угол тротуара. Вот она. И пошла до того полоска. Дай мне официальное творчество деревьев, сколько вы собираетесь у них там.